ДОРНАДО ЭНЕДЖИ! ДУ ДЕМЕДЖ! А также о том, каким образом максимально безболезненно пройти с удовольствием эти две недели. Так что заваривайте чаёк-кофеёк, усаживайтесь поудобнее и готовьтесь принимать фугасы артиллерии прямо куда вы сами захотите. Первая новость, к которой мы сегодня с вами перейдём, будет Хэллоуин 2020. Насколько вам известно, Хэллоуин стартует 31 октября. Ну точнее, как стартует, он будет проходить 31 октября и все люди будут надевать всякие различные смешные костюмы и пытаться пугать друг друга. Мы же не из таких. Хэллоуин мы будем проводить с 26 октября по 9 ноября. И между прочим, эта новость синхронизируется с кое-каким другим ивентом. Но да ладно, не об этом речь. Хэллоуин 2020 у нас в игре World of Tanks будет называться Мирный 13. Это будет продолжение истории о последнем Ваффентрагене, об каком-то там инженере, который пытается сделать последнего Ваффентрагена. Ему не удалось, и он убежал в Мирный 13 и там проводил, соответственно, свои эксперименты. Это лор, так называемый, который разработчики, естественно, для тех, кто любит погружаться в пучину создания контента, приготовили для нас. Что же вам нужно знать по поводу ПВЕ режима Мирный 13, который готовится на Хэллоуин? Вы можете создавать здесь взвода. И рекомендуется создавать взвода для того, чтобы проходить намного проще этот режим. И вы будете в кооперативном режиме соревноваться против искусственного интеллекта. Это будет отдельный режим, в который вы можете зайти, используя вкладку «Место случайного боя» в Мирный 13. Правила режима максимально просты. Вы собираете команду из пяти игроков, либо автоматически входите в бой, где вам подбирают команду. Рекомендую создавать взвода, потому что режим реально жесткий. Вы попадаете в Мирный 13 и выбираете уровень сложности. Чем выше уровень сложности, тем выше награды. Вы играете на пяти специально подготовленных машинах. Три у вас будут изначально доступны. Это МХ-13-90, это будет доступен у вас в Центурион, а также будет доступна еще какая-то мелкая тачка. После этого вы открываете себе либо Т-54, либо Т-49. Каждая из этих машин обладает определенным набором навыков, которые подходят именно вам или будут полезны вашему взводу. Но об этом мы поговорим чуточку позже. Главная ваша задача — это уничтожить искусственный интеллект. Будет против вас соревноваться, ну как соревноваться, будет вас пытаться убить искусственный интеллект, состоящий из семи типов техники. Они представлены у нас, соответственно, здесь ниже. Каждая из этих техник обладает определенными, скажем так, способностями. Это Йорж, это своеобразные такие мины, гранаты, которые будут за вами кататься, и вы их можете уничтожить. Это Заяц, это Страж, это Охотник, это Москит, а также Неуязвимый. Как вы уже понимаете, Неуязвимый — это просто тачка, которая будет за вами кататься и которую будет невозможно уничтожить. Вам что нужно будет вообще, в принципе, сделать в этом режиме? Вам нужно будет просто победить. То есть вам нужно будет уничтожать технику противника и собирать определенную эссенцию, так называемый Мириум. То есть это, короче говоря, нужно будет собирать какую-то фигню и отводить эту фигню под коллектор, так называемый Волод, который будет перемещаться по всей карте. Волод нужно наполнять этим Мириумом, и тогда вы сможете перейти на следующую фазу. Их всего 4, но 3 фазы будет, если вы играете на самом минимальном уровне сложности. Если вы играете на втором или третьем уровне сложности, у вас фаз будет, соответственно, 4. Вы получаете командные и личные снаряжения, вы их используете, увеличиваете свои шансы на выживание, прокачиваете свою технику. Прокачивать ее можно аномалиями. Вы будете получать определенные параметры, это либо скорость перезарядки улучшать, либо урон, либо скорость, либо прочность. Кстати говоря, я рекомендую всем обязательно прокачивать укус вампира, поднимать эту аномалию. Тогда вы будете, в зависимости от того, какое количество урона наносить, короче, 20% от нанесенного урона вы будете восстанавливать себе в ХП. Короче говоря, воюете в этих фазах, каждая фаза, она будет сложнее и противников будет больше. Для того, чтобы перейти с одного уровня сложности на другой, вам нужно будет победить 2 раза в текущем уровне сложности. То есть, минимальный риск, это 3 фазы, вам нужно будет 2 раза выиграть, потом в повышенном риске вам нужно будет тоже 2 раза выиграть, и в большом риске вам тоже нужно будет 2 раза выиграть, для того, чтобы повышать сложность и как можно, скажем так, быстрее прокачиваться в данном ивенте. Есть определенные ценные награды. Вы выполняете боевые задачи, зарабатываете монеты, кредиты. Также вы можете выходить на одном типе техники один раз, потому что ваш командир выдыхается. Для того, чтобы он не выдыхался, вы его прокачиваете, так сказать, за серебро. Да, так называемое вымывание серебришка. Карта выглядит таким образом. Волод будет постоянно телепортироваться в зависимости от фазы, и за вами будет вот эта шняга под названием неуязвимый, постоянно кататься и пытаться вас убить. Вы можете, естественно, там резаться, хиляться и так далее, и тому подобное, но это все будет занимать определенное количество времени. Переход между фазами — это наполнение волота вот этой вот эссенции мириумом, так называемым. Что вы получите по итогу этого события, ради чего вообще вам следует в нем потеть? Вы получаете 5 стилей и можете их приобретать за заработанные монеты. На Т49-ку, на М103-го, на МХ13-90, на Центуриона МК71 и на Т54-ку. За голдишечку, естественно, вы получаете более крутые стили, которые нарисовал чувак, который занимался разработкой и дизайном Silent Hill. Это стиль на Леопарда 1, выглядит он реально максимально сочно. Стиль на Е50, где горит фонарь. Это те же самые стили, которые были в прошлом году, но дополнительно теперь будет на них гореть фонарь. Плюс дополнительно вы сможете еще всякие плюшки, приколюшки покупать и за золото быстрее прокачиваться, если вдруг вам это надо. Обмениваете монеты на награды, вы, соответственно, в магазине под названием там Мирный 13 магазин. Ну, я думаю, все максимально просто. Но это не самое крутое. Самое крутое то, что вы для того, чтобы поиграть в этом режиме побольше, вы будете прокачивать своего командира. Ну, как прокачивать? Вы его будете оживлять. То есть вы его будете за бабки, за свое кровное серебро постоянно оживлять. И таким образом вы будете в среднем, если захотите поиграть на каждый из тачек. А тачек, как я уже сказал, у нас не так-то много. Это Шершень, так сказать, Девиностик. Это Цербер, Центурион МК-71 и Голиаф, это М-103. После того, как вы будете прокачивать, играть на этих машинах, у вас будут остальные открываться. И вообще максимум в день вы сможете сыграть на пяти тачках, не оживляя вашего командира. Оживление командира стоит, ну, у вас, в принципе, на экранах. Также есть определенное сооружение, которое действует как личное, так и командное. Короче говоря, я все, в принципе, рассказал. Тут всякие другие плюшки-приколюшки. И самое, что важное, режим может лагать, в режиме есть реплеи, но эти реплеи могут лагать, у вас игра может вылетать. Это как бы предупреждают разработчики, что режим будет лагучий и фпс будет жестко проседать. Так что, если у вас кух-кудахтер еле справляется с танками, то, скорее всего, он взорвется, если вы будете играть в этот режим. И мы переходим к следующему ивенту, который называется Ранговые бои. Чтобы вы понимали, ранговые бои стартуют точно тогда же, когда и стартует у нас Хэллоуин. То есть, с 26 октября. Нет, вы не ослышались. Вам придется, скорее всего, сдохнуть в World of Tanks, потому что с 26 октября по 9 ноября у нас Хэллоуин, а с 26 октября по 16 ноября у вас ранговые бои. Забавно то, что разработчики не решили разграничивать эти два события и перенести хотя бы одно из них, например, ранговые бои, на неделю спустя. По всей видимости, у них есть дополнительная заготовочка. Если вы понимаете, о чем идет речь. Я вот не понимаю. Что вы получаете по итогу ранговых боев и вообще, что следует ожидать? Ну, во-первых, есть всякие различные там динамические рейтинги в ранговых боях, которые будут постоянно обновляться и показывать, кто топ-1000 игроков в ранговых боях. Но нас это, естественно, не сильно интересует. Есть различные этапные декали, которые будут вам выдаваться в зависимости от рангового разряда. То есть, вы будете просто играть, и у вас будут появляться декали, которые вы можете наносить на танк. Что обновилось с предыдущего сезона ранговых боев? Добавился новый 3D-стиль на T-100LT, который стоит 10 тысяч бон, как и стиль на Progetto 65, но по скидке вы его можете купить за 4 тысячи бон. Стиль выглядит, ну, неплохо. Неплохо он выглядит, но выглядит он стандартно, потому что есть такие же стили у нас на Object 277, на того же самого Object 430U, на ISA 7. Короче говоря, вот это вот постапокалиптический стиль стандартный, нужен он вам или нет, но если вы заядный LTO-вод, то, в принципе, да, можете взять. А так, 10 тысяч бон я бы, наверное, лучше купил оборудование на T-100LT, чем на него 3D-стиль. Это будет более разумно. Далее вы получаете еще кредиты, боны, золото и кучу еще всякой всячины. Что по наградам у нас? Здесь за квалификацию вы получаете всего лишь серебро. Теперь квалификация это, в принципе, ничто, из-за нее ничего не дают. То есть, для того, чтобы получить как минимум 2200 бон, вам нужно пройти 3-й дивизион. В процессе 3-го дивизиона вы получаете 2200 бон, лям 250 кредитов, 750 золота, резервы и так далее и тому подобное. Какое количество бон вы получите, если вы пройдете абсолютно все ранговые бои? То есть, вы получаете 8200 бон, золото вы получаете ровно на то, чтобы купить себе месяц танкового премиум аккаунта, то есть 2500 золота. Плюс дополнительно вы получаете еще премиум аккаунта там сверху на 11 дней. Короче говоря, выгодное предложение. Ранговые бои можно поиграть, но я рекомендую вам играть где-то спустя, ну, неделю, может быть, 2 недели после того, как вы отыграете Мирный 13. Потому что пока много людей играет в Мирный 13, лучше в него погонять, чтобы быстро формировать взвода. Потом все забьют на этот режим и пойдут играть в ранговые бои, фармить. И пока есть наплыв в этих ранговых боях, я вам не рекомендую там соваться, там будет больно, вас будут унижать. Лучше потом попозже. Сначала лучше в Мирный 13 погонять. Конечной наградой в данном режиме ранговых боев будет являться по итогам трех сезонах этих ранговых боев, то бишь годовая награда, как раньше у нас был Кампанзер 50Т, это Концепт 1Б. Это, скорее всего, будет имбовая тачка по типу Чифтейна. 400 Альфа, 258 мм бронепробития, основным бронебойным снарядом, ездит она 45 км в час. При этом у нее отличная удельная мощность двигателя, 21 л.с. на тонну. То есть тачка будет всегда держать свои 45 км в час. Она достаточно жирная, 1800 хп, 250 мм у нее лоб, ВЛД у нас здесь 130 мм, танк достаточно скорострелен, примерно на уровне Конкерера, плюс у него УВН и минус 10 градусов. Короче говоря, полная замена коня на девятом уровне, только чуточку меньше хп, однако огневая мощь у него будет, ну, по моему мнению, пожестче даже, чем у того же самого Фейз 1 или там коня. Далее, если вы получаете, зарабатываете себе 9 жетонов, вы получаете танк, если вы зарабатываете 15 жетонов, вы просто получаете дополнительное еще боновое оборудование. Короче говоря, можно безболезненно пройти ранговые бои, главное это делать чуточку попозже, где-то спустя неделю после того, как вы поиграете в мирный. В принципе, по ранговым боям я тоже вам рассказал, теперь переходим еще к одной новости, к клевым плюшкам, которые вы можете получить. Но о них не особо-таки анонсировалось у нас на СНГ Кластере, это пакет от Амазон Прайм, Wargaming дальше продолжает свое сотрудничество совместно с Амазоном, и второй сезон сериала Пацаны, который я рекомендую вам посмотреть, потому что рейтинг сериала 8,7 на АМДБ и 8,5 на Кинопоиске. Это прям сочные результаты, как для супергеройского кино, лучше, чем всякие вот эти вот, которые снимает Марво. По крайней мере, это хоть забавно. Рекомендую вам смотреть в озвучке Кубик в Кубе, и получая себе данный набор, вы получите кучу всяких крутых плюшек. Например, уникальный 2D стиль, который называется Королева Мэйв. Он выглядит максимально клево, антуражненько. Этот стиль, вы, соответственно, можете его на абсолютно любой танк себе напялить. Стиль выглядит клево. Далее вы получаете себе командиршу, супергероиню, как раз-таки Мэйв, с тремя перками, лампочка ремонт мастера на все руки. Также вы получаете себе медаль супергероя, танковый премиум аккаунт, 10 сдачный x5 опыта. И самое жирное, самое классное, вы получаете себе на выбор премиумные танки в аренду. Это имба Сому СМ с барабаном, которую я лично вам рекомендую брать. А также Супер Першень, который тоже сейчас является очень крутым, учитывая то, что это льготный премиумный танк, и его я тоже вам рекомендую брать. Ну а для тех, у кого уже есть большинство премиумных танков, тогда можете взять себе x5 опыта, еще дополнительных 5 штук. Но я же рекомендую брать Сому СМ с 15% скидкой, вы потом можете эти танки выкупить, если они вам понравятся. Также я рекомендую брать сначала один танк, поиграть на нем 10 дней, после этого взять второй танк, поиграть на нем еще 10 дней, для того, чтобы целый месяц можно было фармить на премиум танки, если вдруг у вас их нету. Как это делается? Вы просто берете свой аккаунт Амазона, активируете его, привязываете в танковом кабинете, у вас появляется вот такой вот ящик, вы, соответственно, этот ящик открываете, выбираете здесь всякие плюшки-приколюшки, и забираете эти плюшки-приколюшки себе в ангар, и можете их, соответственно, использовать. Вот, как-то так. Набор очень сочный, жирный, 2D стили. Этот набор можно будет получить с 22 октября получить, и аж до 5 января. Короче говоря, это целый месяц, даже целых полтора месяца будет этот набор длиться. Короче говоря, все это можно найти по ссылочке в описании на сайте naryu.gg, более подробная информация именно там. Ну, а на этом у меня все. Я вам, в принципе, рассказал. То, из-за чего меня реально припекла попка, это из-за того, что одновременно у нас стартуют ранговые бои и Хэллоуин. Честно говоря, я не понимаю, зачем нужно делать два события одновременно, потому что эти два события, они стыкуются, и игроки будут играть в каком режиме. Типа, у тебя есть выбор, либо пойти в рандом, либо в мирный 13 пве режим, либо драться в ранговых боях. Выборка слишком большая, игроки тупо устанут играть столько в игру. И к новому году они уже будут такие... Надоело играть. Короче говоря, режимы нужно делать планомерные, постепенные, поступательные, а не вот просто вот их выбрасывать паком. Типа, вот мы сделали, смотрите, хавайте, играйте. Нужно делать это как-то более размеренно. С вами был я, Баття Ю. Был рад для вас вещать. Не забывайте подписываться на канал, также прожимать свои сочные и жирные лайки. И если вам понравились танковые новости от Баття Ю, то подписка, лайк. Всем пока-пока. Do damage. До встречи. До новых встреч. Продолжение следует...